Семейные хроники 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 30 октября, дню политзаключенного. Здесь он почти целиком весь. Он, к сожалению, дефектный экземпляр. Здесь не все страницы сохранились, а вот то, что сохранилось, я принесла. Хочу оставить в библиотеке музея. И, надеюсь, что когда-нибудь это станет экспонатом. Потому что, думаю, что вряд ли еще где-нибудь сохранилась вот такая вещь. Обложка украшает фотография, которая принадлежала заместителю министра животноводства РСФСР Зубареву. И чем она необыкновенна, эта фотография, я не знаю, впустить по видам или так видно, что здесь зачеркнуты химическим карандашом ну, 5, 6, 7 персонажей. Это вот замминистра. Ну, это, конечно, 36-й документ, подлинный документ. Ну, это копия, но вообще-то фотография, это подлинный документ. 36-37 года, потому что именно людей, которых арестовывали, вычеркивали, мы, школьники, из учебников, вычеркивали их из, ну, не знаю, из типографии, из издательств. И вот, в частности, этот, к сожалению, он сам тоже погиб в этой мессоровке и тоже был расстрелян. Так что его это вот то, что... Ну, посмотрите, может быть, не видно так? Все видно. Видно, да? Вот. Но что меня поразило, это то, что действительно почему-то ни в одной московской библиотеке, даже в исторической, нет ни одного, где она прожирала, как будто его вообще никогда и в жизни не было. Это было журнално, я успел рассказать, и я рада, потому что меня это тяготило очень. Теперь, пожалуйста, кто будет вести? Женечка, пожалуйста, или кто? Вопросы задавать будете? Или... я не знаю, как. Я думала, вопросы. Или кто-то выступит сначала. Может, Нину Михайловну позовете? Вот, тамара... Или хотите, давайте с нами начнем. Хотите, я могу. Да. Сначала минуту. Я как раз тоже хочу в библиотеку музея подарить свою книгу Евгения, свою книгу об Англии Платонове, но я хочу вступить в полемику с ведущим, который начал эту встречу, эту презентацию, потому что, ну, как раз я думаю, что какие-то мысли носятся в воздухе, и Константин, да, говорил о том, что это семейная хроника. Это семейная хроника, конечно, на первый взгляд. Но на самом деле здесь не только семейная хроника, потому что речь идет о выдающихся людях. Не в каждой семье есть такие персонажи, которые стали героями этой книги, а герои главной этой книги это два очень крупных, исторических, ну, исторически ценных людей. Это люди, которыми может гордиться наша страна, может гордиться Россия. Это, конечно, крупный военно-начальник Базилевич, которому посвящены многие страницы, книги, его родственникам, его семье. И, конечно, для меня еще более дорогая личность, это, я считаю, великий русский художник 20 века, это Артем Веселый. Гара Артемовна не просто историк, не просто автор семейной хроники, она дочь, старшая дочь великого русского писателя, который, конечно, совершенно незаслуженно в последнее время, вот здесь очень хорошо, Гара Артемовна показала фотографию с вычеркнутыми лицами. Это символ, потому что люди, о которых она написала, это люди, которые на десятилетия были вычеркнуты, были вычеркнуты из жизни, были вычеркнуты из истории литературы, как Артем Веселый, были вычеркнуты из памяти. И поэтому то, что сделала Гара Артемовна, ну, правильно Константин упоминал такие, у него всплывали такие слова, как уникальный, действительно, это уникальное свидетельство о людях, которые многие годы были забыты. И, конечно, я очень внимательно читала эту книгу, и хотя я читатель, как вы понимаете, очень опытный, все-таки это чтение серьезное, это чтение, которое требует сосредоточенности, это книга, которую можно читать, может быть, по частям, но это очень увлекательная книга. И самая главная заслуга автора этой книги в том, что, ну, по крайней мере, для меня те люди, о которых она написала, они воскресают, я вижу их живыми людьми, людьми с характерами, людьми с судьбой. Но самое главное, наверное, то, что, вот, особенно судьба Базилевича, крупного военного начальника, погибшего в 1938 году совершенно, конечно, без всякой вины, эта судьба говорит о том, почему, ну, вернее, даже нужно сказать, отвечает на вопрос, который многие ставили себе в начале Великой Отечественной войны, в начале Второй мировой войны, почему советская армия терпит поражение, почему захватчики захватили так много наших территорий, потому что такие люди, как Базилевич, были расстреляны в 30-е годы. И вот недавно я рассказывала Гарри Артемовне, я стала читать в блокаде дневника о гибербольцах. Она пишет, главная ее мысль, она пишет о том, насколько бездарно то руководство, руководство страны, руководство города, руководство армии, которое в данное время находится у власти, и благодаря которому происходят многие потери, торожения, и самое главное, вот, воспоминания, мужа Гайры Артемовны, который прошел всю войну с самого начала. Насколько бездарны были эти военные начальники, сколько бездарно было погублено человеческих жизней именно из-за того, что такие люди, как Базилевич, были расстреляны. И, конечно, вот образ Базилевича встает образ исключительно талантливого, порядочного, честного человека, который, ну, можно сказать, подвижнически служил своей родине и получил вот такой финал своей жизни. И я думаю, то, что эта книга написана, и о нем у нас есть возможность узнать, и прекрасно, что в архиве сохранились прекрасные фотографии, и замечательно, что вдова Базилевича и его сын, они писали, вспоминали о нем. То есть, это необычная семья, в которой хранился семейный архив, и очень многое сохранилось. И Ольга Васильевна писала и сохраняла документы, и сама писала воспоминания. И сын Базилевича, муж Кайры Артемовны, написал прекрасную книгу и прекрасные воспоминания. Благодаря этому удалось собрать такую уникальную книгу. Ну и, конечно, я хочу коротко сказать об Артеме Веселом. Это писатель, которого всем нужно читать и перечитывать. Его уникальность в том, что когда мы сегодня читаем то, что он написал о гражданской войне, мы видим, что это честный рассказ свидетеля событий. Там нет ничего фальшивого, то, что сегодня не воспринимается, то, что сегодня устарело. И чем больше перечитываешь, вот я говорила, Гарри Артемовне, я перечитала один из замечательных его рассказов о реке Огненной, ну, перечитала, я не знаю, в который раз. Чем больше перечитываешь, тем больше открывается и его мастерство, и глубина его проникновения в исторические события. И на очень многие вопросы там находятся ответы. Ну и самое главное, конечно, я хочу сказать об авторе книги, о Гарри Артемовне, с которой, к сожалению, я очень давно хотела познакомиться и, к сожалению, познакомилась вот только недавно. и хочу сказать, что эта книга, во-первых, написана прекрасным языком, во-вторых, она, конечно, написана талантливо. Это не просто хроника, какую вот любой человек возьмет, сядет и напишет. У Гарри Артемовны не только есть опыт-историка, она кандидат исторических наук, она исследователь, она ученый, но она еще и очень хорошо пишет. И читать ее, конечно, очень интересно. Ну и особенно, вот, находясь в музее ГУЛАГа, нужно обратить внимание на ту тему, которую она затронула. Это тема репрессированных детей, врагов народа, которые совсем юными попали, попали в тюрьму, прошли вот этот жуткий путь в ссылку или в лагерь. Все это она описывает с большими бытовыми подробностями, которые драгоценны, потому что мы себе представляем, в каких условиях все это происходило. В каких условиях они находились в камере, в каких условиях они ехали в поезде, в какие условия они попадали в ссылки. И самое главное, что это было не так уж давно. все это происходило. И, конечно, это очень, с моей точки зрения, ценно, интересно. И хочу сказать последнее, что многим своим знакомым я подарила эту книгу и собираюсь подарить. И считаю, что тот, кто прочитает эту книгу, прочитав ее, выйдет после этого немножко другим человеком, может быть, глубже понимающим то, что мы переживаем сегодня. Поэтому я всем советую прочитать и всем советую почувствовать, что появление этой книги это, конечно, очень большое событие. И Гайру Артемовну надо поздравить с этой книгой и особенно нас всех. И сказать ей огромное спасибо, потому что это подвижнический труд, на который способен далеко не каждый. Спасибо. Спасибо. Гайра Артемовна, я хотела бы задать вопрос. Я знаю, что вы очень долго работали над этой книгой. Что это... Чересчур долго. Вот. И вы не могли бы рассказать вот об этом процессе как раз от того момента, когда в вашей голове появилась идея и реализация? Да. Ну, мне даже как немножко стыдно говорить, я работал над ней около 20 лет. Обычно от классики только долго так работали. Но получилось так, что мы с сестрой моей родной Заярой оказались в 49-м году в ссылке и как и дочери врага народа Артема Веселого и в ссылке в этой были люди совершенно необыкновенные. и я говорю это совершенно искренне и никаких не чест, что я благодарна, что я оказалась в ссылке, потому что иначе я с этими людьми бы никогда не встретилась. Не встретилась в жизни в простой. это Евгений Александрович Гнедин он был помощником Литвинова, Литвинов был министр иностранных дел. Там был Эйснер Алексей Владимирович, который принял участие в испанских событиях. Когда была испанская война, он пошел добровольцем из Франции. Он жил во Франции. Пошел добровольцем в интербригаду и был адъютантом знаменитого Мата Залки, он там Лукач, известно. И вот эти люди, которые, с которыми, я всех не буду перечитывать, с которыми я там встречалась, и подружилась, они меня как-то вот наставили на такую дорожку, что вот вы молода еще, и у вас есть время впереди, что вот что случилось с нами, что случилось в эти годы страшные, вы должны это, тем более его историк, они говорили, вы должны это как-то обязательно зафиксировать. Тогда я еще не знал, конечно, и не думал, и не мечтал, что я вообще когда-нибудь опять попаду в Москву после ссылки, потому что не разрешали жить известно после лагеря и ссылки в крупных городах, что у меня не будет ни библиотеки, ни архива, ничего, но я думал, что я запишу хотя бы свои воспоминания. Вот так вот это был первый долчок. Ну, когда мы вернулись в Москву после смерти Сталина, была известная амнистия, мы по амнистии вернулись, то еще мы не были даже реализированы, но нам вернули паспорта наши и все права, и я очень удачно попала на работу в библиотеку иностранной литературы сначала, а потом в исторический музей, что тоже как-то вот у меня подтолкнул все, что надо смотреть архивы, надо смотреть библиотеки. Ну, конечно, в это время еще, когда мы вернулись, это был 1953 год, еще тогда о реабилитации никто и не думал, но вот эти три года я потратила на то, что я составляла картотеку, которую условно назвала материалы для биографии Артема Веселого. Работу в библиотеке я научилась пользоваться и картотеками, и быстренько там все, что надо выбирать основное, и хотя, конечно, артемовских книг не было, и журналы с его замечательными рассказами были в спецхране, газеты выдавали, газеты 20-х годов, и вот из этих газет я узнал очень много. Я узнала, что Артем был один из организаторов группы, литературной группы «Молодая гвардия», которая потом стала издательством «Молодая гвардия». Они принимали вот комсомольские поэты, Безыменские, там, Светлов и другие, и, кстати, Платонов, они принимали участие в создании журналов, которые в то время были такой отдушиной литературной для многих. А потом, когда уже Артема реабилитировали и реабилитировали Базилевича, ну, в общем, стала уже массовая реабилитация. В 88-м году вообще реабилитировали почти, ну, я бы сказал, не глядя, всех подряд. Вот. И тогда я стал добиваться спецхрана, написала в архив ФСБ. Кстати, очень любезно они откликнулись, дали реабилитационное дело посмотреть, а это фактически цитация была у них следственного дела, так что я многое узнала, и это не было большим подспорьем. Ну, потом пошли книги, стали печатать, не печатаны писателем. Это тоже мне дало материал, и дало какую силу, и уверенность, что когда-нибудь Артём будет снова известен не только в энциклопедиях литературных и больших советских, но и вообще станет известен читателем. и вот интересный это уже немножко в сторону, но интересный такой казус. Первое посмертное издание Артёма было в 1958 году. Это был такой вот толстенный том, как эта книга, хотя она толстая, где была «Россия крови умытая», «Будай Волга» и несколько рассказов. Ну, это всё трудами заявок была создана комиссия по литераторному наследству, откликнулось несколько оставшихся живых бывших «Плохо слышно, да?» «Нет, нет, у нас хорошо». «Нет, нет, все хорошо». бывших друзей Артёма, которые тоже прошли скотч все эти тюрьмы и ссылки. И тогда уже я получила материал совсем живой. Я подружилась с писателем Алексеем Костелиным, близким очень другом Артёма, который мне очень много рассказал. Я, конечно, его записала, и он написал потом свои воспоминания, которые были опубликованы. Но вот общение с человеком, с которым я общалась, даже оказалась и при Артёме, это тоже меня поддерживало. Но не могу сказать, что я 20 лет сидела и не отрывно писала. Конечно, были и другие вещи. Я диссертацию, только не докторскую, а кандидатскую. Мне просто всё докторская. Нет. Вот. Я защитила. И работа в историческом музее меня очень увлекла по многим параметрам. Но в общем всё время, конечно, на моём письменном столе стояла пишущая машинка. И я всегда знал, что для меня вот главное и самое главное это успеть написать книгу, которую я задумывала. Вот так случилось, к счастью, для меня. Не знаю, как там для читателей, что я эту книгу успела написать и успела увидеть её изданной. Это большое дело Камары не принято. Как автор. Ну вот это так вот коротко. Вы говорили о процессах реабилитации, амнистии, о восстановлении прав самого Артёма Весёлого. И вот я хотела бы попросить вас рассказать историю объединения семьи в 61 году. Ну и собственно вот может быть вы расскажете про свои отношения с братьями, сёстрами и собственно с самим Артёмом Весёлым ваши детские воспоминания. То есть вот именно то, в чём заключается та семейная хроника и ваши тёплые воспоминания о семье. я себя помню очень рано. Наверное, с трёх лет. Эти первые годы с года, ну не с года, а с рождения до восьми лет я жила у родителей Артёма на Покровке в общежитии писателей «Молодая гвардия», Покровка, дом 3, дом из Сястов. Вот его бы хорошо показать, конечно. Это дом необыкновенный, потому что там жили большие писатели, а приходили-то туда и Маяковский, и Шолохов, и Кручёных, забытый только поэт. Вот. И я вот помню первые такие мои воспоминания самые это как Артём и дядя Вася это его родной брат. Он привёз родителей его брата из Самары. Они там жили и он там родился. Везёт на осанках на чистые пруды. Чистые пруды это моя первая такая яркая картинка замечательной жизни. Вот помню, как меня ставит фотограф на стул. Есть фотографии здесь. Дядя Вася с одной стороны, Артём с другой и они меня сфотографировали. Но я, конечно, не понимал, что такое фотография, но я была рад, что рядом со мной и как-то меня меня очень грело. И папа и дядя Вася. А папа у нас на покровке с нами не жил, потому что была сначала одна комната и пятерым там было тесно. И вот мама в своих воспоминаниях говорит, что когда родилась ГРА, некуда было поставить кроватку. Действительно, там всё было уже уставлено, заставлено. Поэтому там работать ему письменный стол негде было поставить. Он жил в общежитии на Домниковке. Дом приходил очень часто. Вот он гулял со мной, он любил ходить, видимо, ему тоже нужно было получить движение и всё это на чистые пруды. И вот осталась от нашей покровской жизни, на покровке жизни, фотография, где мы в пятером сняты. А, это мы с Фантой. Это мы фотографировались. Есть там я одна из дяди Васей, а это мы с Турсей, моей сводной сестрой. У Артёма вообще было три жены. И он считал, что все дети должны жить дружно и как бы не решали, что взрослые это их взрослые дела, а нас он всегда старался как-то сплотить. Поэтому и Заярова, и Фантар часто бывало, нет, это поэстреберационно, это уже здесь все молодые поросли. и Артём очень следил, вот это я помню, за нашим языком. Как-то кто-то из нас сказал, ой, давайте пошамаем. Он так возмутился и сказал, что я этого слова никогда не слышал. Это слово плохое, это слово не литературное, его нельзя употреблять, надо сказать, мы хотим есть. Вот это будет по-русски. А кушать это тоже не надо, это мещанство, так он сказал, это я помню. Но конечно, самые большие воспоминания об Артёме у меня связаны с Лолгой. Ну известно, что он всегда старался попасть в места, о которых он писал. Это касается и России кровью умытой, это гражданская война на Дону и на Кубани. И он когда начал вплотную писать роман, это был 1924 год, он с двумя стремя товарищами на верблюдах или на лошадях отправляет его в места, которые он потом описывает в России кровью умытой. Когда он писал свой исторический роман о завоевании Ермаком Сибири, он по сибирским рекам плавал, ну и конечно обязательно по Волге. Волгу он очень любил, это для него была его родина в буквальном смысле, он родился на Волге, но еще он там очень, он начал там свою деятельность как журналиста и деятельность как партийного работника, обо всем этом написано в книге, но как он любил Волгу, я скажу только одно, свою последнюю дочь он назвал Волгой, как не возмущалась жена, Людмила Иосифовна, как она не протестовала, сына она отбила, он хотел назвать его Ермаком, она назвала его Лев и дала свою фамилию, а вот дочку Артем назвал по-своему и она была Волга Артемовна, но она к сожалению очень рано умерла, в 57 году при родах 1 мая никто не рожается, потому что врачи были пьяными и в общем они ее убили фактически и вот с Волгой я говорю очень много связано Артема и путешествий и его работы он вот последняя его книга «Частушка колхозных деревень» он специально ездил по селам и небольшим таким кутаркам даже Волжским и записывал «Частушки» а я была на Волге три раза первый раз это был 32-й год когда Артем сказал своей матери Федерли Кирсан и моей бабушке который меня очень любил и вот до 8 лет я жила можно сказать под ее крылом чтобы мы она привезла меня на Волгу в Самару а он когда будет проплывать мимо Самары мы сядем к нему водку и поплывем дальше все вместе а вместе это значит плыл Артем его третья жена Людмила Овчин-Банитевич пяти или четырехлетний лев это Людмидин сын и вот шестимесячная Волга она помещалась в корзине ну вот такой корзинка это было ее ложе ставили ее в самое безопасное место возле мачты у нас была рыбацкая лодка не какая-нибудь там шлюпка или как это байдарка нет это была рыбацкая тяжелая лодка и мы с бабушкой проплыли с ним ну не так далеко до Хвалынска это город под Саратовом значит Самара до Саратова фактически но это было мое первое очень яркое впечатление от вихи от вот я ну это странно как-то мне самой даже я вот какую-нибудь ерунду не могу вспомнить куда там положила сейчас а у меня в ушах до сих пор вот шум воды когда лодка идет под парусом если сильный ветер то бьет волна очень в лодку и вот этот звук этой волны я до сих пор помню и это я не выдумывал это правда это так вот там я поймал свою первую рыбу о знаешь как это было интересно дедушка дедушка Артем он показал как надо червяка посадить на крючок но у меня ничего не вышло конечно вот он мне насадил сказал один раз насажу больше не буду потом сам вот учись сам насаживать и как я вытащила первую езя я сейчас наверное такой рыбы нет на волге на волге вообще все испортилось вот такого размера красный необыкновенная какая-то рыба я так обрадовалась и испугалась и заорала во всю мощь я что-то поймала я даже не понимала что это такое вот я поймала там свою первую рыбу потом стала зарядлой рыбачкой там отец научил меня грести мы с Левой садились брали по одному лесу и везли но это был 32-й год это был голод на волге страшный голод только-только они успели немножко очнуться от этого великого голода 21-го 22-го года они пережили его в самом эпицентре можно сказать как был снова голод вот 32-го года связанный с коллективизацией с раскулачками со всем этим на одном стане стан это когда сердце перегонял лодку в берегу и мы оставались на ночевку или палатку ставили или если была тихая погода то спали в лодке и вот это был у нас длинный стан несколько дней подошел какой-то мужик ну по виду рыбак или ну в общем какой-то такой из местных совсем местных и стал спрашивать кто откуда куда зачем ну мы не мы конечно Артем все рассказал а потом спрашивает ну а вы то как живете тот посмотрел вот я помню его взгляд из-под бровей такой немножко грустный немножко хитрый и он сказал да как живем лучше стушку сочинили как бы не было зимы не было бы холода как бы не было колхозов не было бы голода вот так мы и живем и вот эта частушка Артема в архиве сохранилась но ее конечно не пустили в печать как пуласка и Артем я помню тогда очень ну еще у нас не было хлеба совсем мы питались одной рыбой но не было и соли а рыба без соли в общем как-то она плохо идет вот и Артем распух от голода вот у него ноги стали вот такого размера и как стеклянные прозрачные какие-то вот это я первый раз видела и больше по-моему не видела никогда что значит вот человек опух от голода и бабушка тогда сказала Артем она его тоже стала звать Артем а не Николай его настоящий Николай Иванович Чкуров мы с Гайрой вернемся в Москву на два ста тебе будет легче кормить и вот мы доплыли до большого города Хвалынска и там отец нас садил и мы вернулись в Москву вот это первое мое путешествие а ну это не важно второе путешествие было в 35 году он накануне еще в 34 до Новый год обещал нам с Антой подарить нам Волгу если мы хорошо закончим сколько это нам в 35 году было 11 лет это 4 5 класс наверное и действительно он нас взял на Волгу и ее подарил потому что мы поплыли сверхове в Волге город Кинишма и доплыли до Астрахани 3 месяца мы были на воде на Волжских просторах испытали все мыслимые и немыслимые погоды которые только существуют и дожди и бури и такие бури что мы чуть не погибли нас стало захлестывать лодку и интересно вот я сравню два наших путешествия в 35 и в 36 году вот в 35 году Артем плыл ну как известный писатель как московский ну его уже называли там по-всякому и самое главное и лучше и все он заходил в редакции газет крупных городов и брал нас с собой вот если я не очень затянула Женя вы регулируйте потому что я могу рассказывать об одном долго Гая Артемовна рассказывайте потому что мы с Ольгой даже обменялись сейчас комментарием то что когда эти истории еще передаются вашей устной речью это совсем другое дело это увлекает забавами невозможных хорошо ну в общем он был как король его везде принимали его везде чествовали появляли в газетах заметки и большие статьи что вот плывет Артем Веселый с двумя дочерями школьницами и как мы там загорели и как мы туда и сюда и вот эта фотография здесь осталась да мы на диване сидим это Ульяновский Ульяновская правда и там Троепольский был его хорошие знакомые и вот Артем пригласил несколько человек из редакции в том числе вот я запомнил Троепольский может потому что сохранилась фотография на рыбацкую уху и вот что такое рыбацкая уха те кто уже не первый раз должны еще раз послушать к сожалению но я хочу рассказать потому что все таки здесь есть и новые слушатели и вот в 5 часов на 5 часов он пригласил мы смотрим через Волгу плывет лодка вот точно как называется плыть по струнке то есть не так вот вихряет или что а прям вот плывет мы поняли что это к нам гости едут а у нас уже было все готово парус служил с катертью на песке большие лопухи тарелками ну миски были и Артем сварил рыбацкую уху а рыбацкая уха настоящая ой я по ней тоскую мы ночью ловили рыбу для этой ухи ловили ее мы я говорю потому что бредим значит бредим это сеть на двух палках ну как волейбольная сетка но только с палками и вот Артем идет в глубине мы с Антой держимся за эти палки и за палку я вру за палку за одну я раз с Артем и вот мы идем вдоль берега и рыба которая причалена к берегу попадается к нам в сеть и вот интересно как ведет себя рыба пойманная в сеть вот так же наверное ведут себя люди пойманные в какую-то ситуацию так я думаю вот есть рыба которая вот она ткнется носом в сетку и уже все она больше не движется она чувствует что она попала в сеть это в основном стерлить самая лучшая рыба на свете которую сейчас перевели на Волге эти ГЭС а щука например она будет биться до последнего она сначала пробует пропустить бредень не получается тогда она свивается в кольцо и прыгает через верхнюю веревку и оказывается на свободе вот это характер щуки она будет биться до последнего вот так некоторые люди тоже мне кажется в самых тяжелых условиях не позволяют себе расслабиться а бьются до последнего для нас тоже был хороший урок но рыбацкая ухаз валится так сначала валится ну мелочь всякая и то что я сказала плохая меня спросили что она протухлая что ли она не протухлая она плохая она не считалась нужной для этой ухи бульон оставляли юшку уху саму а это выбрасывали второй раз то же самое и только в третий заход пускали стервить и хорошую такую ну самую хорошую очень любили сейчас забуду как называется не важно и вот приехал приплывший на лодке отец не верял говорить ехать на лодке он говорит ездит только на телеге на лодке плавают вот он еще урок русского языка для нас и ну они там разговаривали о всяких литературных делах все а потом Артем говорит ну ладно хватит про литературу давайте поиграем слова а слова игра в слова стоит в том что выписывается на листочек бумаги какое-то длинное слово и из него выписывается как можно больше слов когда мы очень прижонили мы разрешали себе только 4 слова чтобы то есть 4 буквы слова было не меньше ну а когда уже так на людях вроде то можно было и 3 буквы ну вот какое-то слово я сейчас не помню может любое мне дать слово и вот мы стали выписывать мы всегда с Антой играли с Артемом он писал отдельно а мы отдельно вдвоем и вот кончили все слова выбрали кто-то последний говорит больше слов нет подчеркнули что больше никто не изжил ничего не дописал ну прочли все слова все слова выщеркнуты все слова были у всех и только двух слов не было ни у кого кроме нас в Антой и эти слова были ум и тема и Артем засмеялся он очень редко громко смеялся очень редко я просто не помню даже случаев таких же много а здесь он засмеялся и сказал хороши мы писатели ни ума ни темы ну вот потом мы останавливались в Самаре он нас не брал туда ну я не буду про эту буду в которой мы чуть не погибли когда плыли обратно мы остановились стадом напротив Самары огромная отмель на несколько километров назывались пески и вот мы стали большим станом на этих песках тут фотографии есть где мы чиним сеть мы действительно ее чинили вот вот мы вот Артем это его обычный наряд а это брезень мы штополи научились пользоваться рыбацкой дворь который чинит и плетут сети вот повыше фонта пониже я отец сам стрель под горшок назывался то есть ставили горшок на голову раньше и стреля он так под горшок давайте стрельбовать но это не постановочный снимок это приехал к нам Абалкин был такой известный в Самаде журналист и ну разговаривали там долго с Артемом а потом он у вас нас так сфотографировал и написал очередь у костра Артема она он очередь был опубликован в Самарской газете потом мы останавливались в Саратове там очень интересно ну Саратов такой арбузный город туда очень много барышки плывают с арбузами и застрахами и там переваливают на железную дорогу и везут в разные города и вот мне запомнился как разгружали баржу ребята дети небольшие вот может быть 12 15 ну 19 лет Артем сказал вот я тоже когда был таким я работал грузчиком тоже разгрузчиком в Самаре когда баржи приходили и вот эти ребята кидали арбузы в воду и там большое количество народа собралось все кто хотел мог этот арбуз сочалить себе на берег вот и парочку арбузов нам досталось в лодку ну не буду портить вам аппетит может вы любите арбузу но те арбузы которые мы едим здесь это не арбузы это тьфу а вот астраханские арбузы это арбузы сладкие сочные разломишь прямо мякоть такая ой ну ладно сейчас очень актуальна дискуссия по поводу того что сталкивается частная история частная история людей и официальная история вот мне кажется в связи с вашей профессией что вы историк у вас это какой-то возможно даже мог быть личный конфликт вот я хотела бы спросить какие ограничения ваша профессия наложила на написание этой книги может быть какая-то самоцензура или методология никаких вот я даже интересно хотела спросить публику обратили ли они внимание на то что в именном указателе я везде дала годы жизни сначала я хотела именной указатель давать анонсированный то есть подробно писать о каждом персонаже но это уже было бы тогда вот Товитома вот и я оставила только годы жизни в надежде что внимательный читатель обратит внимание как много там цифр последних кончается на 37 38 вот это моя задумка была такая у кого есть книжка вот посмотрите у всех я всем я дала последнюю цифру и посмотрела потом сама боже мой сколько же здесь хороших нужных для страны нужных людей вот так ни за что погибла ну и наконец мы приплыли в Астрахань надо было к началу еще да Артем я хотела продолжить вы еще заговорили про 37 год сейчас обязательно я кончу 35 Артем подошел к какому-то мужику который стоял на пристани и поплел воду поговорил с ним и тот согласился кинул ну значит мы поняли что Артем нанял мужика который помог бы нам до вокзала донести вещи потому что вещей у нас было очень много парус тяжелый бредин тяжелый палатка тяжелая ну в общем отец один бы ну долго бы возился конечно он бы справился и Артем ему подарил лодку за то что он нас посадил на поезд и отправил вот это мне показалось что это вот такой жест но это не жест был это для него было естественно что ну куда ему лодка не нужна а тут какой-то бедный ну бедный видно что бедный мужик для него это будет подскорье в жизни это 35-й год кончили мы все прекрасно уехали на поезде Москва это Асахань Москва Артем взял несколько коробок икры черной там коробки такие в Москве я не видал но они где-то есть конечно были вот такие большие коробки а не такие вот вот и наступил 37-й год 36-й год мы жили на даче Артем получил Переделкино это писательский городок я сказала Переделкино? да ну правильно потому что некоторые остряки называли его Переиздалкино переиздавались книги вот и 36-й год Артем провел со всеми нами детьми на даче а в 37-м мы поплыли опять на Волгу но не на Волгу саму сразу а сначала в Уфу на реку Бену из Белой в Камы из Камы в Волгу мы не поняли сначала конечно почему отец не поплыл сразу в Волгу потому что Белая показалась нам после Волги очень узкой какой-то не такой ну очень не такой а потом мы ее полюбили тоже замечательная река замечательная вот ну оказалось все очень просто но это оказалось уже позже что отец 37-й год он уже ждал ареста уже шли всюду везде и в Переделкине и в Москве и в Союзе писателей уже шли аресты но он знал что это судьба его не минет и он боялся что если проплыть под мостом нужно было взять пропуск у охраны моста а мосты вообще везде оказывается стоят под охраной МКВД и он думал что если его собираются арестовать то и знают что он поплыл по Волге то уже на все мосты там не все там два моста было дали знать что плывет Артем Веселый его арестуют и куда мы денемся с этой лодкой с этими вещами и вообще ну такие маленькие еще в общем 37-й год мне мне 13 лет во фонте не было еще она была младше меня немного ну вот и поэтому мы мы я все выниму потому что я как-то ощущаю себя еще там когда рассказываю отец причаливал к плотам которые проходили мимо ну плота это значит обычно по Волге самосплава не было по мелким векам по меньшим векам и по Белой и по Каме были такие плоты связанные но они плыли сами по себе без людей а это на них были плотовщики там были у них управления рули такие большие длинные и Артем записывал частушки прыгая на эти плоты и разговаривая с плотовщиками с рыбаками и вот мы чуть не погибли в этот раз а нет с нами плыл Костерин вот о котором я сказал что друг Артема был с которым Алексеев Граф с которым мы подружились после реабилитации его и нашей он плыл с нами от Хвалынска до Саратова Артем сказал что с нами поплыет вот мой хороший друг приятель участник гражданской войны и вот он нам уже понравился он рассказывал про то как его он еще учился в гимназии артестовали за то что он участвовал в революционном кружке в последнем классе гимназии гимназии по-моему а может быть училище какого-то вот сейчас забыла рассказывал как он на Кавказе воевал а судьба потом интересно свела Базилевича с некоторыми людьми которых хорошо знал Кастерин свела на Кавказе Базилевич был командующий Кавказским военным округом в 1920 году в конце гражданской войны вот и вдруг ночью мы спали даже не проснулись это потом уже рассказал Алексей и врач нам он проснулся от страшного треска как будто где-то работают пулеметы он вскочил и увидел что плоты сели на мель надвинулись на песок на мель и начали это они назывались челения вот когда несколько длинных брювен вместе связываются и получается такая одна платформа и вот эти челинья связки эти лопались и брюна поднимались на высоту ну я не знаю несколько метров и мы были просто под угрозой что сейчас нас затянет там возоборот получился и нас затянет в этот возоборот но мы ничего не знали мы спали и пробегавший мимо платагон крикнул Алексею отчаливай смелет то есть смелет как муку и сбросил веревку с крюка на которой за которой она была зацеплена и вот тут Алексей рассказал потом что он себя ощущал как во время одного боя с Деникиным когда деникинцы белые их уже стали теснить и они выходили ну буквально из-под огня и вот он говорит я ощущал вот так же как я чувствовал себя что сейчас мне в спину у Деникинской пули попадет а тут я чувствовал что сейчас нас всех прихлопнет бревном но он вылип и нас плечали в лодку к берегу вот тогда когда кончилось от движения мы проснулись в полном недоумении почему где Артем его нет он остался на плотах почему мы где-то на берегу а где он ну в общем было много вопросов и в это время раздался голос Артема Алешка лодку то есть он сказал что он пригнал к плотам к этим лодкам которые он сядет Артем естественно и мы выплывем дальше и что Заяра мало лет записала эту фразу когда я рассказывала и в нашу с ней книгу мы написали Заяра еще книгу Судьба и книги Артема Веселого как Артем первые слова которые он сказал не там не как девочки не салли лодка в общем как все было он сказал он сказал какие я частушки здесь записал вот для него было творчество для него это было очень важно что он записал хорошие частушки а это все быт вот и тут мы конечно уже ни в какие редакции не заходили тут мы плыли прижав ушки только бы нам доплыть до Астрахани и чтобы ничего с нами подороги но мы не знали этого это Артем знал что может что-то случиться да мы как-то не понимали этого Гайра Артемовна вот именно про это я тоже хотела бы задать вопрос как ребенок как вы понимали эту ситуацию это чувственное уровне было очень странно по-моему вот ой господи забыла кто у меня брал интервью наша студия Маша Мария Мария господи что-то мне Анну прицепил вот Мария мне тоже задала такой вопрос мне сказалось что это может покажется странным но мы как-то были настолько вовлечены в эту жизнь необычную для нас и вообще конечно для детей необычную это Волга мы должны были мы научились разжигать костер с одной спички при любой погоде мы научились ставить быстро палатку вот эта вся жизнь волжская жизнь ловить рыбу чистить рыбу мыть потом песком отдраивать сковородку и котел Артем варил уху в котле не в котле а в котле понимаете что как-то вот на этом мы вроде мы не видели этого ничего мы этого не ощущали я во всяком случае не знаю может быть фонта по-другому но был случай о котором я должна сказать потому что это важно когда мы плыли по белой и число я запомнил ну и число я запомнил потому что потом оно мне часто встречалось это был 12 июня Артем причалил лодку к какому-то небольшому селу где был базар мы всегда ходили за продуктами только на базар никаких магазинов Артем не признавал и сказал что он ну там купит нам что-нибудь такого интересного попитаться но вернулся он очень скоро и страшно мрачный просто вот говорят лицо почернело вот у него лицо почернело прямо он прыгнул в лодку в руке у него была газета свернута а в другой чесвец молока молоко мы покупали только четвертями чесвец это вот большая бутыль ну как водочная но только 3 литра и она называлась чесвец потому что четверть ведра ведро считалось 12 литров а это одна четверть треть значит 3 литра ну на самом деле 3 литра и 130 грамм если я порчу вот и он сказал прыгнув в лодку он сказал это встречание Тухачевского вот мы даже это как-то не воспринимали ну мы во-первых наверное я думаю мы не знали кто такой Тухачевского а может знали уже наверное знали пятый класс я уж не помню как мы проходили гражданскую войну или нет но во всяком случае наверное что-то мы знали но как-то мы вот это все одно с другим министром пили я про себя рассказываю и потом уже вечером у костра видимо он все время об этом думал он сказал ну ладно а если война с кем мы пойдем в бой с Буденным вот это это тоже нам было непонятно для нас Будемная была конная Будемная дивизия вперед песня гражданского вот и когда мы ехали обратно на поезде из-за Астрахани уже подъезжая к Москве когда проводник зашел и сказал собирайте вещи Москва скоро мы были одни в купе и Артем сев вот так напротив нас на лавку сказал девчонки он нас так называл девчонки что бы со мной не случилось кто бы что обо мне плохо не говорил с невестой вот это то что он нам сказал подъезжая к Москве и это была наша наверное последняя встреча а после ареста а после ареста вам пришло понимание мы решили с ним он же с всей семьей но а нет я неправильно сказала за ярость не увиделось он зашел незадолго до ареста оставил маме какие-то деньги он помогал вообще маме потому что у нее не было образования она была вместе с трой получала какие-то там гроши вот а тут вот за яро описала свою последнюю встречу с отцом вот вот и наши книги судьба и книги Артема Веселого а я так с Артемом не повязалась а можно у меня спросить а я Гая Артемовна а все-таки когда вы узнали что его арестовали что вы почувствовали как вы ой вот сейчас меня можно бить и лупить ну значит Артем совсем незадолго до ареста записал нас заявы в доме писателя это Новоровского сейчас на Творской дом писателя он тогда был без этой пристройки только старый дом этот особняк в кружок народных танцев и мы заявы там фигуриале танцевали и соло и заяры вдвоем и все и мы готовились к массовому выступлению украинский танец шили себе эти самые венки из цветных генц и так далее это был уже октябрь месяц и позвонили из дома писателей и сказали маме пусть девочки пока на репетицию не приходят пока ну значит мама нам ничего не сказала сразу просто был такой шок то есть мама знала конечно она ждала и она своего ареста ждала но все равно это был страшный удар конечно потому что она понимала значение артема в русской литературе скажем так она сначала ничего не сказала а потом она не решилась даже нам сказать она позвонила бабушке и сказала бабушке что Артема Листовна позвонить девочкам я не могу и бабушка позвонила мне и сказала ну я точно слова я не помню я их не буду выдумывать но смысл был такой что папу арестовали ты не волнуйся ведь очень многих арестовали будут разбираться и отпускать это наверное то есть это какая-то ошибка вот так бабушка меня утешала чтобы я не волновалась ну вы понимаете вот я когда это услыхала вот мама напрасно боялась что я там впаду в какую-то транс или в истерику или еще что-то я как-то это воспринял довольно спокойно может потому что я тоже подумала что будет будут разбираться и что все кончится хорошо или потому что я поверила что отец сказал что ну он не сказал со мной ничего не случится а по-моему он сказал если со мной что случится то есть я поняла что это какая-то закономерность видимо раз он уже знал и велел нам не беспокоиться и не верить ни во что то я не буду верить пока это ну не разберутся вот так вот как складывались отношения со сверстниками после ареста вот другие дети как как вас понимали только очень коротко потому что я могу долго рассказывать вот когда мне бабушка сказала это значит актема листовали 27 октября 37 года накануне октябрьских праздников вообще между прочим очень частая была история я уже когда была на Лубянке в Буцинках я поняла что очень многие были арестованы именно в какие-то революционные праздники почему-то ну это какой-то я не знаю садизм что-то было ну не знаю почему так делали нельзя было за три дня или через три дня после надо было именно в ночь вот на это на это число ну а в том немножко раньше сейчас я потеряла мысли сверстники а измерили школу у вас у вас стала другая школа а про школу да-да-да про школу значит когда я узнала от бабушки что отец авистован я пришла в школу и сказала классному руководителю что мой папа арестован она тут же просто ну чуть ли не выезжала из класса и очень скоро после нее зашел директор и сказал мне Гайра больше в нашу школу не ходи скоро каникулы подыщи себе другую школу а я учил в школе вместе с Булатом и я как-то опешила совершенно у меня там были подруги и с Булатом мы как-то в общем хотя он говорил что он меня боялся потому что я был старостный класс и когда он начинал очень уж шуметь или там безобразие я ему делал замечание и он ну вот мы видели как-то с школьниками с ним он сказал а ты знаешь я себя и боялся что-то опять мне еще ему скажут ну и я ушла с одной мыслью а что будет если мне ни в какую школу не примут ведь так может быть маме я ничего не сказала потому что я не хотела ее нервировать и добавлять вот я знала что у меня с горлом что-то будет я пошла искать школу не знаю почему меня Бог буквально Бог принес в 59 староконюшный период а бывшая гимназия и когда заучил Евгения Николаевна Жебро меня спросила что это ты вдруг посредине учебного года вздумала менять школу я сказала мне сказали вот то-то и то-то она мне сказала ни о чем не беспокойся спокойно учись ты ни в чем не виновата вот из слова ты ни в чем не виновата в то время когда вот из другой школы тебя выгоняют и вообще боялись конечно говорить что дети ни в чем не виноваты как потом стало известно они были даже очень виноваты я этому тоже много присвятил место в своей книге как детей репрессированных и расхолаченных тоже мутузы и вот я получился в этой замечательной школе школу еще сохранило несколько учителей из гимназии там были либеральные совершенно либеральные отношения между учениками и учителями там никогда не посмеленно ученика повысить голос а сейчас говорят даже бьют яйками по рукам это вообще да вот кстати насчет наказания я должна тут сказать мама никогда нас не наказывала я даже не знал что такое наказание не представляла себе иди в угол тебя ставят угол иногда мама да когда ты снова себя ведешь и никиту ставят а я узнал это только от одной девочки одноклассницы в четвертом классе когда она сказала что меня поставили в угол я не вымыл посуду мы этого не знали не знаю хорошо это или плохо на всяком случае здесь никаких таких вот наказаний там вон из класса вон из школы что-то такое такого не было разговаривали всегда как-то и даже когда я задумывал издавать литературный журнал и пригласил туда Булата и он написал всекровение комсомол нам запретил издавать этот журнал там забрал его а совсем не учителя и не администрация школы а именно комсомол так пропал мой журнал самузатский а все пауза нужна тебе пауза 10 минут я возьму да нет пауза пауза перерыв 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 10 минут перерыва тебе нужно не надо мне перерыв я и так уже перебрала или 10 минут осталось всего до 6 часов давайте еще лучше расскажу чем будем отдыхать если вы устали отдыхайте пожалуйста я буду болтать дальше гара артемовна расскажите немного про базилевича и про вот эту сторону вашей семьей у меня получается что я удаляюсь в свои личные а личных то у меня личный базилевич у меня возник только ссылки в 49 году мы с ним познакомились до этого я и не слыхал кто такой Битлевич и что но потом я узнал и поняла что это действительно был человек очень яркий очень ну в общем это был человек настоящий он во первых целиком отдавался делу которое ему поручали какое бы это ни было дело даже если он внутренне хотел заниматься чем другим как ему пришлось заниматься в жизни расстаться на несколько лет с армией он все равно отдавался целиком в той работе на которой его назначил там Ленин правительство и так далее в общем он был из семьи крестьянской родился он под Новгород Северским Новгород Северский это один из крупных городов на Украине до сих пор украинцы и белорусы как я поняла спорят чей это город кому принадлежит издавался в Белоруссии вот при советской власти после реабилитации Георгия Дмитриевича журнал где была о нем статья и написано было что наш белорусский там земляк что-то такое но это украинское все-таки оказывается вот но к несчастью отец их был болен алкоголизмом неизлечимым он пропил почти все свое состояние он был зажиточный крестьянин и мать чтобы спасти остатки земли там всего что было что он не пропил еще продал все продала и переехала с детьми было четверо детей в семье три сына Георгий Дмитриевич был младший и старшей была дочь и она сначала вроде бы сняла дом а потом купила но по некоторым сведениям она сразу его купила но это не важно и она в этом доме завела ну такую кормежку бурсы бурса это младшее учебное заведение религиозное церковное где ну учили дичков скажем будущих и он Георгий Дмитриевич мечтал учиться но он понял что старшим братьям пришлось учиться в бурсе потому что мать говорила что у нее нет средств на гимназию потом они пошли в то есть я не назвала их извините значит старший был Константин Дмитриевич второй был Алексей Дмитриевич и третий был Георгий Дмитриевич так вот Алексей Дмитриевич пошел в военное училище а Константин Дмитриевич пошел в духовную семинарию и он ее кончил и готовился стать священником но в это время случилась романтическая история он влюбился в девушку благородного происхождения дворянку и родители конечно были против чтобы их единственная дочь была замужем за мудвичком как они сказали и тогда Константин Дмитриевич резко поменял жизнь свою он снял все церковные регалии и поступил в военное тоже военное училище и тогда когда пришло время учиться Георгия Дмитриевичу он сказал матери что он готов ну все делать помогать ей в хозяйстве ну что она скажет он все будет делать будет как работник у нее но он хочет ну вот я немножко сейчас это от себя прибавила но это Ольга Васильевна так прямо не говорила но намекала что Георгий Дмитриевич был готов на все чтобы только попасть в гимназию и она ему разрешила и он стал действительно ей большим помощником поэтому написал свои биографии что с четвертого класса в гимназию он стал давать уроки уже и помогал матери и когда он кончил гимназию он по совету братьев пошел в военное училище потому что он увидел что они уже немножко вроде на ногах стоят это материальная сторона а главное были слезы матери которая сказала что она больше не может что он там пошел учиться в университет или куда-нибудь она уже выдвалась из сил вот давай ему гимназическое образование но еще был аргумент который преподнесли ему братья они сказали и военным можно быть порядочным человеком и в армии или военном вот я не помню точно вот и он пошел кончил блестяще один был среди 30 выпускников там было что-то около 100 человек он вот был один из 31 место занят и поэтому ему его распределили в Москву не в какой-то там заштатный город а в хамумнические казармы где а вот хамумнические казармы где-то да кварцировал 3-й гренадерский полк ну такой немножко элитный полк и он там пришел очень ко двору потому что он ну в последние дни когда он был в училище была стрельба из личного оружия и он получил значок лучший стрелок ну училище или лучший стрелок и это тоже сыграло свою роль конечно и вот ему не повезло может быть повезло неизвестно как судьба бы сложилась иначе но он хотел конечно когда началась война идти хотел бы но ему не пришлось идти с этим гренадерским полком потому что он потерпел аварию при полетах экзаменационных он в школу поступил в летную он мечтал быть летчиком вот и он здорово разбился и он встал на ноги более-менее креп только в 18-м году уже после Октябрьской революции он ее пережил сидя в доме раненый в холомниках дом тоже был вообще вся жизнь была связана с холомниками ну наверное все да можно по себе вопрос немножко о его работе да немножко о работе еще у нас ну короче говоря значит он начал войну первую мировую с того что совершил подвиг он спас свой отряд вывел свой отряд из окружения он получил Станислава это военный орден был и потом пошли эти ордена он очень много раз был ранен никогда вот я читал эти документы надлежит эвакуации в госпиталь отказался требуется госпитальное лечение он отказался и он был ну одним из таких ведущих можно сказать офицеров вот в этом окружении ну тут надо сказать о том что ему сначала не разрешили жениться на Ольге Васильевне моя свекровь Юрина мама офицерское собрание потому что она была дочерью рабочего а это запрещалось но после того как он получил ордена и стал известен как очень храбрый офицер его уже не могли ему поставить такой тормоз и разрешили в 15-м году жениться на Васильевой тут все те как она была у него в землянке вместе с ним была на фронте недолго 10 дней был отпуск офицерам разрешали тогда во время отдыха им давали отдых 10-дневный пригласить пригласить не привезти пригласить джон и вот так о нем да и когда началась гражданская война он уже пошел на фронт не очень еще даже хорошо подлечившись потому что начал это был 18-й год май месяц началось Деникинское наступление вокруг Царицына завязалась вот эта вся заварушка и он пошел опять же записавшись в хавомнических казармах формировался первый особый полк нет первый красный полк забыло особого назначения особого назначения это значит они должны были разбить Деникинское счастье вот он сразу стал командиром отряда а потом его заметил Иван Николай Ильич Подвойский секретарь председатель высшей военной инспекции и перевел его на работу высшую военную инспекцию и так он стал известен уже широко в Красной Армии как организатор и он много очень воевал под Царицыным удачно воевал и организовывал там части и все и ну если так просто для интереса первый разговор первая встреча его со Сталиным с которым он потом ему пришлось много работ и Сталин его прекрасно сдал и тем не менее подписал ему смертный приговор нужно было вывести патроны из Камышина Камышин это город выше Царицына на Волге и послал вот высшая военноинспекция послал Базиревича почти безоружного почти без всяких средств на чем вести эти патроны которые там лежали без толку но он все организовал он вообще видимо был очень хороший организатор и умел как-то с людьми вот умел разговаривать с людьми он организовал перевозку патронов по Волге которая уже в трех местах была захвачена казаками а казаки в это время перешли вот часть одна казачьих перешла на сторону белых и вот он привез в царицын царицын который задыхался ну в кольце буквально уже может быть ну неизвестно как бы все конечно там разыгралось но во всяком случае без патронов они бы там долго не продержались наверное он пришел и явился в Ставку и доложил Сталину что он привез из Камышина патроны Сталин сказал патроны это очень хорошо но вы видите офицер а это Деникин сказал он тоже кончал военное училище которое кончало Киевское которое кончал Бразилевич потом через 10 лет по вытравке воспитанников военных училищ можно было узнать в любой одежде Артем сказал что моряков хоть поповскую рясу надень все равно моряка узнаешь вот перекричка такая он сказал посадить его на Баржу а посадить на Баржу это было решение ЧК Царицынского и штаба что всех белых офицеров и царских офицеров значит разница белые кто принимал участие в боях а царские это те кто в боях участие на стороне белых не принимал так вот царских офицеров тоже его туда он хотел запихнуть и кто-то сказал товарищ Сталин а он коммунист и Сталин сказал коммунист тогда пусть докажет это дело и возьмет станцию ЛОК а ЛОК уже была почти сдана и вот это было его первое такое действительно серьезное очень дело когда он показал себя прекрасным организатором и это увидел подвойски и подвойски вот его тогда вытащил в эту военную инспекцию и так пошло он был командующий Камышинским участком еще другими там участками пока наконец не остался один Врангель не остался Крым его назначили командующий Кавказским военным округом он там прокомандовал недолго потому что округ расформировали уже война гражданская заканчивалась но до того как расформировали округ он совершил еще один можно сказать военный подвиг он разгромил десант белый десант который высадил Врангель в Крыму на Азовском море под командой Назарова полковника Назарова он был очень удачный они прошли на много верст на ну я боюсь сказать точно сейчас не помню на сотни верст вглубь в тыл красным и казаки встречали этот десант с хлебом солью и был приказ командующим Кавказским фронтом ГИТИСа что Бразилевич должен лично принять участие и разгромить Назарова ну это было выполнено действительно есть очевидцы которые писали что он Бразилевич лично принимал участие в бою в котором ну в общем Назаров был разгромлен и после этого его взяли из Кавказа туда Фрунзе попал и здесь он подружился с Фрунзе и его назначили на работу которую он не хотел совершенно его назначили глав снаб арм глав комп снабжению Красной Армии это 21 год голод армия голодала также голодали и скажем несчастные жители Самары и нужно было организовать хоть какое-то спасение какое-то спасение их в смысле обмундирования потому что ходили госы голые госы буквально там есть документы что идет краснорымец по улице в баню босиком и в одной нижней рубахе документы схоронились я их привожу некоторые но не все конечно много я не могла мне все время вот висело что и так много написано ну вот ну он мало успел конечно сделать но он познакомился с Троцким который взял его с собой в командировку на тульские заводы и получил ему какое-то там ответственное дело но поскольку это все было секретно и я плохо разбираюсь вообще в оружии я в это влезать не стала я ограничил с тем что он там в общем Троцкий видимо понял на что способен Бажалевич действительно и он его отозвал с этой работы и назначил его на очень ответственную работу это был 21 год я уже говорил был Волод и нужно правительство приняло очень непопулярные меры нужно было изъять драгоценности включая даже церковную утварь ну не у всех церквей были составлены списки которых надо конфисковать и вот Базилевича назначили на эту работу он очень переживал и не потому что он там был бельгозным человеком Ольге Васильев запретил в церковь ходить она его слушала во всем вот а потому что он считал что это не его дело что этим может заниматься любой честный коммунист которому это поручил но тем не менее он все-таки этим занялся поскольку ему сказали что это решение цк ну и он вот есть его подписи под конфискацией вот того того такого такого храма и очень интересно что вот эти подписи его совпадают с подписями других ну партийцев которые видимо ну то есть не видимо конечно не были совсем военными а были просто ну партийцами на партийной работе для них это было очередное партийное очередное партийное задание а Базилевича назначили в это время начальником Гохрана Гохран это хранение всех сокровищ России сейчас в историческом музее я никак не доберусь а говорят интересная выставка советую кто может посмотреть выставка исторического музея совместно с Гохраном и наконец последняя его такая ну акция что ли вне армии ну это тоже для него было ну сейчас это я расскажу значит с началом империалистической войны царское правительство постановило эвакуировать все царские сокровища а их было немало как известно в Москву поместить их в Кремле в оружейной палате и вот тайно ночами эти драгоценности стали вывозить и опять же тайно на телегах покрытых там не знаю широкожей или чем везти в Кремль и там складываются вооружение палате и Троцкий был назначен главным начальником вот этой комиссии по спасению царских сокровищ спасать ничего было их надо было просто пересчитать вот и он назначил Гузилеевича своим заместителем вот этому посвящена целая глава там очень интересные есть моменты о том в каких условиях происходила эта работа какие там были призваны люди был знаменитый ферстман ну ювелир были историки но это все прочтете рассказывать это я не буду а нет скажу только одно что Базилевич пошел протестовать против назначения его начальником вот этих сокровищ к Ленину и сказал что он ничего не понимает в сокровищах в драгоценностях его это не интересует и он очень просит его не назначать на эту работу а Ленин сказал это решение центрального комитета партии мы не можем против этого спорить а то что вы не знаете драгоценности это и не важно мы вам дадим специалистов которые прекрасно в этом разбираются а ваше дело чтобы это было сделано вовремя аккуратно и честно вот вот это на этом кончим Базилевича потом он командовал все таки он отпросился что его отпустили с гохраны он командовал московским военным округом о чем даже оказывается москвичи многие не знали какую-то хотели опубликовать там статью в каком-то журнале и там про него было написано что он командующий московским округом редактор сказал такого командующего в Москве не было в московском округе не было ну его посадили в энциклопедии он убедился что было потом командовал он приволжским военным округом то есть вернулся на Волгу он тоже к Волге имел отношение в гражданскую войну и наконец его сдернули с этого командующего округом и назначили главным комиссаром сейчас ну забыл слово комиссаром командира секретарем главным секретарем комиссии потом она стала комитетом обороны этим комитетом обороны с начала войны стал командовать Сталин а Юра сказал им бы лучше командовал Георгий Дмитриевич потому что Георгий Дмитриевич очень много сделал для обороны страны он 8 лет просидел вот на этой работе которая ему тоже была конечно не по душе потому что с бумажками ему надо было с отчетами он писал доклады Молотову на съезде чтобы он выступил и рассказал о работе комиссии обороны вот ну и последнее что он заслужил Георгий Дмитриевич в 1938 году летом на дачу у Молотова собралась вся верхушка Молотов давал прием ну банкет и на этот прием был приглашен Георгий Дмитриевич с женой Ольги Васильевны и когда там пили здоровье чего-нибудь этот человек должен был подойти к Сталину если он был с женой то с женой и чокнуться и Сталин пил здоровье вот и Сталин предложил выпить здоровье Георга Дмитриевича он с Ольгой Васильевной подошли они к Сталину и Сталин не обращаясь к Базилевичу обратился к Ольге Васильевне Ольга Васильевна а вы знаете какую работу выполняет ответственную работу выполняет Ваш муж во Франции на такой работе был генерал Жоффер ну не знаю знал ли нет знал Базилевич потому что он читал иностранную литературу вот и через 3 месяца Базилевич был арестован по списку который подписал лично Сталин а Сталин подписывал такие списки за А.ЦТ и вот этих 4-х 2 хватало чтобы человека расстреляли уже без всякого сомнения без всяких дополнительных аргументов или там дополнительных допросов и прочее умер Базилевич я считаю неизвестно как потому что есть реверсии его гибели но единственное что известно что он был среди троих высших командиров Красной Армии которые никого в том числе себя не оговорили несмотря на то что Базилевич был очень тяжело болен он был диабетик и лекарства ему не давали и вот это один из вариантов что он умер от того что он не получал лекарств а изнурительные ночные допросы были второй вариант что это я придумала не знаю может быть это и неправильно но как-то так мне кажется по всему похоже что его уже не было в живых когда был так называемый Верховный военный суд и что этого суда не было потому что во-первых последний допрос там подпись не Базилевича я ее подпись очень хорошо изучила во-вторых якобы последнее слово произнесенное Базилевичем на этом суде оно почти слово в слово совпадает с тем фальшивым допросом последним который был и потом не было указано время допроса обычно вот я много потом ну это уже неинтересно это мои личные дела что я больше ста ой больше ста больше 500 наверное дел просмотрела для реабилитации вот для расстрельных списков и там у каждого кто проходил высший военный совет есть время начала суда и конец 15 минут чтобы этого хватало им а у Базилевича этих минут нет и вот поэтому я сделала вывод что вообще его уже не было в живых или он был настолько уже измучен даже следователь при реабилитации его который вел дело Базилевича спросил у этого который вел дело расстрельное спросил били ли Базилевича он сказал он так себя чувствовал что его нельзя было стромать пальцем он бы умер от первого живут то есть или он был доведен до такого состояния что он не присутствовал на суде а действительно он не мог его на носилках носили или его уже не было в живых вот но я все-таки согласился признать смерть официальную которую они считают в этой бумажке все спасибо за внимание уважаемые гости я бы хотела попросить Михалу рассказать про творческий вклад Артемия спросите что еще давайте я вам одно расскажу если народ уже устал вы хотите еще продолжать хочется слушать останется кто не хочет я не обижу завидчивое слово потому что на самом деле у меня есть еще вопрос к вам у меня есть еще вопрос к вам я бы хотела попросить вас рассказать про конец 50-х 60-х вот именно про процессы реабилитации как вы это чувствовали тоже после съезда 20-го на котором на чтении доклада Хрущева я присутствовала не знаю к счастью не к счастью это было очень ужасно просто слушайте это вот и когда он это все произнес и потом это уже стало известно широко и пытали и все я обратилась в архив ФСБ по совету следователя который вел реабилитацию и он сказал что надо чтобы кто-то написал характеристику его или ходатайство о нем и вот два поэта Михаил Светлов и Сергей Городецкий написали такие ходатайства ну потом уже стали реабилитировать и без ходатайства просто уже всех подряд кого не реабилитировали в 60-е 70-е 88-м 87-м году началась вот эта массовая реабилитация ну что да дело часть дела зашита в конверт его нельзя прочесть непонятно что там но вы не видели это был донос или это была собственная инициатива это был донос чей-то либо вам не удалось это узнать это был донос он был по доносу арестован или какая там собственно расскажи про историю с Берией как Базилевич с Берией поругался Базилевич поругался с Берией ну когда он когда он Берию не пустил на какое-то заседание помнишь из Калинина что ли не про Берию ты мне рассказывал ну ладно расскажи почему его арестовали почему это донос был или что ой слушай вот этот вопрос можно задать человек который не прочел ни одной книжки про рекомендации ни одной книжки про КУЛАГ он может спросить а почему его арестовали за что не за что могу сказать анекдот за что тебя арестовали не за что ну не ври не за что давали 15 а у тебя только 10 все с этим вопросом никогда больше не обращайся никого ни за что не известно понятно одному приписали одно другому приписали отцу приписали что он хотел расстрелять Сталина кому-то приписали что готовил взрыв Кремля это приписали коменданту Кремля которого Ленин назначил комендантом в 20 году так что простите вы это спрашивали или нет это да там были доносы или нет лучше понимаете не было не было понятно за что и если очень честно то не всегда даже понятно почему реабилитировали именно по этому пункту потому что ну как-то опровергнуть то что говорили ну было невозможно понимаете это кто-то сказал что кто-то слыхал понимаете что как будто бы предположим Артем сказал что Сталина надо убить ну предположим да может быть он это и сказал я не знаю но этого нет ни опровержения ни подтверждения но лебилитировали его потому что он его не убил видимо понимаете невозможно есть вещи которые совершенно ну ясно что это чувство собачка но то что он был троцкистом я верю в это то что Базилевич троцкистом не было я уверена но ему это и не пришивали Базилевичу ему пришивали военно-политический заговор свержение правительства хотя это вот это чувство собачьего но фактически его неставали если вы хотите вот за это за что он хотел свергнуть правительство Базилевич вот понимаете поэтому и то что многие вещи зашиты почему-то меня это тоже как-то ну тревожит но я думаю что потомки разберутся неудачи 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 Продолжение следует...